Почему уходит от хороших и красивых? Я вам отвечу. Вам кажется, что красота и невероятность может удержать рядом? Да, мужик, если видит красивую девушку, если он глазами ее захотел, то после того, как он ее получит, он ее обладеет, он станет ее мужем, любовником, просто проведет с ней пару ночей, поверьте, она станет для него обычной девушкой. Если кроме красоты женщине нечего будет предложить мужчине, если женщина встретит мужика красивую картинку с серыми, голубыми, зелеными, карими глазами, фантастическим телом, но если за этой обложкой, кроме пары ночей, понтов и самомнения, ничего нет, если у человека нет нутра, там пустота, там чистый расчет, само я, 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 я вот такой невероятный, я такая красивая, ты должен мне носить на руках, если кроме внешности у человека ни хрена нет, то этот человек вечно будет один, либо найдет в себя лоха или лохушку, которую будет просто до конца жизни доить. Поймите, что кроме красоты, в человеке должен быть внутренний очень интересный мир, он должен быть глубоким, он должен быть мудрым, он должен быть самостоятельным, интересным, добрым, улыбчивым, позитивным. Если человек внутри все прогнило, то оболочка никогда в жизни не сделает этого человека счастливым. Если говорить о хороших, почему их бросают, я вам отвечу. Все очень просто. Хороший человек – это часто отсутствие эмоций. Нельзя быть в этом мире в отношениях к слишком хорошим, когда ты всегда слишком хороший. Вот, дорогой тебя я ждала сутками напролет дома, вот тебе борщик, вот тебе теплая постель, вот тебе дорогая шуба, вот я перед твоими ногами, я тебя встречу, провожу, я тебя так люблю. Понимаете, нельзя быть слишком хорошим человеком. Когда ты слишком хороший человек, тебя перестают ценить. Ты становишься доступным, ты становишься для этого человека, который в твоей жизни его собственностью. Нам неинтересно все то, что мы положили к себе на полку. Понимаете, нам неинтересно все те вещи, те книги, которые мы можем прочитать, взять, бросить, поднять, выкинуть в мусорное ведро. Человек должен немножко недопринадлежать нам. Вот с кем бы вы ни были в отношениях, даже будь это ваш муж, любовник, друг, любовница, подруга, я не знаю, любовь всей жизни, жена, недопринадлежить. А что такое недопринадлежать? Это не значит ходить на сторону, смотреть налево-направо. Нет, недопринадлежать – это оставлять за собой тайну. Оставлять за собой... Я не весь твой, понимаешь? Я чуть-чуть твой, а чуть-чуть я свой. Я не вся твоя, не твоя рабыня. Понимаешь, козлина ты последняя. Не будешь ценить – пошлю нафиг. Не будешь меня носить на руках, любить – я найду себе другую. Не дайте понять человеку, что вы полностью в его власти. Понимаете? Почему бросают красивых? Потому что они тупо неинтересны, если за красотой ни хрена нет. Почему бросают хороших? Потому что хорошим в этом гребаном, поганом мире нельзя быть. Это перестают ценить. Это считают нормальным, обыденным. Почему хорошего посылают нахрен, хорошую ангельски добрую посылают нафиг и выбирают себе последнюю шлюху или последнего мудака? Потому что эти мудаки и шлюхи дают эмоции, а мы хорошие их не даем. Потому что слишком хорошо себя ведем. Будьте праздником, будьте позитивом, будьте сюрпризом, будьте хулиганкой. Нельзя человеку дать ровную жизнь. Ему это неинтересно. Понимаете? Даже ботан хочет эмоций. Даже простушка хочет, чтобы у него был всплеск. Понимаете? Нельзя полностью быть скучным человеком. Почему бросают хороших? Почему бросают красивых? Потому что у них все понятно. Не будьте понятными, не будьте слишком доступными, не будьте обложками. Будьте глубокими, интересными людьми со своей жизненной точкой, со своей позицией. Пусть вас ценят, носят на руках, обожают. Если вы будете просто красивой или просто хорошим, вас рано или поздно пошлют или будут использовать, пока есть от вас толк. Так что возьмите ноги в руки и поработайте над собой. Поймите, что быть просто хорошим уже неинтересно. Это не работает. Быть просто красивой. Это тоже не работает. Просто хороших просто используют. Просто красивых просто употребляют. Заполните себя. Заполните себя отношением к людям. Заполните себя уважением людей к вам. Будьте офигенными. Будьте немного недоступными. Будьте мечтой. И тогда будете решать вы уйти или остаться. Будете решать вы быть с этим человеком или послать его на все четыре стороны.